Если ты следишь за новинками в мире смартфонов и хочешь первым узнавать, что в тренде и где купить эти смартфоны по выгодной цене, подпишись на канал Алиэкспрессия. Вас ждут новости, распаковки, обзоры и презентации всех новинок и многое другое. Только на канале Алиэкспрессия. Подпишись, ссылку я оставил в описании. Пау! Всем привет! Сейчас хочу запустить прямой эфир с щипенкосом. Сейчас он должен присоединиться. Я думаю, всем будет интересно, есть о чем поговорить. Альберта, привет! Так, ищем. Все, вижу его. Всем привет, ребят! Всем привет! Всем здравствуйте! Сразу в этот раз с тобой, видишь, здоровый. Сразу привет, Чебе-пам! Да, здравствуйте! Не поздоровался в прошлый раз, в этот раз здоровый. Слушай, сразу хотел бы поговорить. Просто у людей тоже тут вопрос справляются, и мне пишут. Ты сам думаешь, просто ты записал видос о происходящей ситуации, что было на подкрутке, и я записал. И у нас как-то оно не сходится, да? Вот. Вот тебя больше не возмутило то, что я приехал и не поздоровался с тобой. Правильно? Первое. Смотри. Давай сначала, да? Ты как человек известный, да? Медийный такой, да? Чуть почувствую. Знаменитый. Ну, я бы сказал. Знаменитый. Ну, как-никак ты знаменитый, да? Тебя страна знает все-таки, да? Ты же не какой-то хрен, который никого не знает, и он напал, да, на человека, да? Ну... Ты меня... Ты же меня знаешь как человека, правильно? Ты же знаешь, кто я такой? Ну, я да, я тебя видел. Я знал. Ты даже сам мне сказал, щупенькос, там, зачем ты там так говоришь, да? Как-никак ты меня знаешь, да? Да, я знаю. Когда человек встречает человека, что он должен сделать прежде всего? Ну, поздороваться, да, ты хотел сказать, правильно? Да, поздороваться, да? У меня-то с тобой ничего, никаких конфликтов нет, правильно? Совершенно верно. Да, ты бы мог, знаешь, подойти, как бы, знаешь, по-человечески, сказать, там, здорово, щупенькос, у меня к этому человеку есть вопросы, да? Тем более у меня клип был, у меня такой легендарный клип снимался, ты даже не представляешь. Вы мне обосрали этот клип. Он пиздец какой охуительный. И в этот момент вы приезжаете, и вот это все устраиваете. Если бы ты бы дошел, бы мне сказал, да, у меня у него, это, к нему вопросы, пожалуйста, идите там, спокойно говорите один на один, да? Я понял тебя. Теперь давай я тебе скажу свою версию. Говори, говори. Во-первых, я хотел бы реально сейчас перед всеми сказать, я, короче, вчера в эфире говорил, что чупенькоса рэп, короче, говно, это даже не старое что. На самом деле я, короче, что-то сказал, да, а потом подумал, да ни хера не говно, потому что, ну, я столько всего видел в интернете, что действительно есть говно. И любое творчество, да, если оно мне лично не заходит, ну, типа, мне не нравится, почему оно говно? Есть люди, есть слушатели, да, это чисто вот я просто от себя тебе говорю. Да, да, да. За это не обессудь, я, ну, неправильно сказал, не стал бы так говорить, потому что, да ни хера не говно, просто своеобразная музыка. Ты очень странный человек для меня лично, я тебя во многом не понимаю, но все-таки я вижу, что тебе достойные вещи есть, несмотря на все, что произошло, да, это свое мнение. Да, ты странный, ну, это для меня, опять же, для тебя, может, и я странный. Да. Смотри, вот я тебе сам скажу, просто видишь, ты не знаешь, ты, возможно, не знаешь, кто такой швед в полной мере, да, и знаешь, что-то с его слов. Я, честно, не буду тебе говорить за него, кто он, что он. Если ты, ну, посмотришь в интернете, еще началось, то ты понимал бы, что его ищет столько людей. И еще, вот я среди них самый миролюбивый, то, что я там, ты ему там шаполяков надавал, это вообще цветочки, потому что он столько наговорил на всех, он столько дроп наломал. И когда я к нему приезжал, я его давно ищу, я сейчас, я узнал локацию его, наконец-таки, я думаю, наконец-таки, он столько вещей говорил про меня. И я, конечно, приезжаю к нему, ну, как ты представлял ситуацию, я приезжаю, чипенкос, привет, чипенкос, привет, 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 так, сейчас я пойду шведу давать лещей. Нет, конечно, сразу увидел шведа, все, моя цель шведа, да, не поздоровался, поздоровался. Это не уважение, я пошел сразу делать шведа, я ни на что, все, я его давно искал, вот. Я в этой ситуации посчитал, что вот я поступил так, как поступил правильно, он шкерился, прятался. Единственное, знаешь, что мне что-то не понравилось, возможно, я не знаю, почему ты так сказал, но я сейчас у тебя поинтересуюсь. Ты сказал, что на него налетели толпой, ну, ты серьезно сейчас это говорю, что его били несколько человек? Я уже, ты видел вообще мое видео, да, на канале, которое я запустил? Ну, только про Горне, про Горне видел. Нет, нет, предыдущее, вот про ваш конфликт, вот. Ну, ты сказал, что его окружили в кольцо, и один из них начал бить, я вот так сказал. Да, 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 да. Это так и было. А вот швед, смотри, вот скажи ты, просто швед говорит, что его мои друзья повалили, и потом только я начал его бить. Слушай, ну, то, что швед говорит, ты у него узнай. А я не знаю, я у тебя спрашиваю, ты там... У меня своя, у меня своя точка зрения на эту ситуацию, я это все рассказал в своем видео. Подожди, нет, я не об этом. Я понимаю, да, ты так говоришь, для тебя это беспредел, да, ну, это твое видение. Хотя беспредел... Конечно. Да я не про это. Нет, это не совсем другое. Подожди, да, я говорю. Беспредел бывает разный. Давай по очереди говорить, по очереди. Хорошо, чтобы, ну, не было этого судьбы. Да, да, конечно, конечно. Смотри, ну, вот ты скажи, было такое, что кто-то из моих друзей кого-то там пальцем тронул, понимая то, что вас просто не давали, мешали, правда. Или шведа, кроме меня, тронул шведа, кроме меня? Когда вот была вот эта вся кучка, я не знаю там, кто кого трогал, я лично за себя скажу, меня никто не трогал. Меня максимум, максимум, что могли сделать, меня толкнули. Ну, а толкнули, просто не дали. Да, а так меня никто не трогал. Хорошо, подробно всем. Я понял, а ты лично видел, что шведа кто-то бил, кроме меня? Я этого не видел, потому что я иногда отвлекался, и через 20 минут, через 20 минут я включил камеру, начал снимать. Многие мне говорят, да, там, почему ты начал снимать, когда там шведы там типа били, не били. Ну, не били шведа тоже. Ребята, я это снимал, вот это видео, да, не потому что я там такой, да, херовый человек или там еще. Я это снимал, потому что я не знал, кто такой Коваленко, да, он может меня преподнести в своих видео, я не знал, последним конченным человеком. Да, сейчас интернет такая вещь, ты можешь быть нормальным, здравым человеком, а тебя преподносят там последним хуйплетом каким-то, да. И поэтому я снял свою камеру, чтобы у меня были какие-то доказательства, понимаете? Да, не, я понял. У меня было свое как бы видео, понимаешь? Я правильно сделал, и кто-то там говорит, типа, зачем я снимал, я снимал для своих доказательств, чтобы было. Да, я сейчас от себя скажу, на самом деле, там не было избиения шведа, я, даже я не, блин, я его просто шапаляхи. И было момент, я выложу полный видос, чуть позже выложу, там были моменты, где Чапинко свлетал, сзади меня меня пытался тянуть, и в этот момент мои друзья просто отталкивали. Я разнимал, разнимал, я это признаю, да, я разнимал. Но я знаешь, тебе я скажу, сейчас от себя скажу, просто, вот ты, ты, вот как лично для меня, да, вот мое мнение о тебе, да, я говорил, ты очень странный для меня, я тебя не понимаю, но, я увидел, ты безобидный, короче, у меня нет никакого тебе вообще ничего, вот не надо, просто где-то тебя посмотреть, поугарать прикольно, где-то там, не знаю, пообщаться. Взаимно, взаимно, дружище. Ты безобидный лично для меня, и просто я не хочу, чтобы ты вступал в этот сериал, в сезон, во второй сезон шведов, потому что, ну ничего тебе... Я вступал. Ну, смотри, чтобы... То есть ты хочешь сказать то, что я мешал, я влезал в чужое дело, да? Нет, 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 сейчас просто оставь швед, это моя тема. Слушай, ну что у вас со шведом, это ваша тема, я же не говорю, что это моя тема. Вы поймите меня правильно, ребят, у меня было свое дело, да, вот как многие мне говорят, типа я, там, не знаю, сую свою нос в чужое дело. Я бы поспорил бы, это вы суете свой нос в мое дело, потому что в данный момент там была съемка моего легендарного клипа. Там был швед. Под названием Moscow City, кстати, ребят, скоро он выйдет, мы обязательно доснимем этот крип, и он выйдет. Надеюсь, там будут хорошие просмотры. А там будет кадр из реальных событий с парковки? Мне кажется, да, потому что такого клипа ни у одного рэпера нет. Это самый настоящий клип за всю историю, вообще за всю историю мировую. Он тут правда говорит, слушайте, вот кто пишет на самом деле, типа, швед, а чипенкос такой же, как швед, да, это на самом деле сначала качество, поверьте мне, они разные абсолютно. Вот просто я говорю, я швед и чипенкос, кто бы что ни говорил, они разные. Просто чипенкос, он по-своему своеобразный человек, он очень странный, опять же, для некоторых, для меня, но ничего в этом, они разные абсолютно, да. Я увидел миролюбивость и безобидность чипенкоса. Естественно, мы разные люди, естественно, мы разные люди. Я хотел бы еще что сказать, да, я ни в коем случае, чтобы все вы знали, я не такой человек, да, гнилой, сейчас буду говорить про, там, швед, швед плохой, этот плохой. Нет, этот человек, да, лично, вот я его знал, как я вообще познакомился с ним. Мне недавно, совсем недавно, там, 25 дней назад написали люди, типа, якобы, швед что-то про меня плохое говорит, там, люди кидали всякие сообщения. И я как здравый человек написал, да, ему, я хотел узнать, это на самом деле, да, потому что сейчас же многие люди сталкивают людей лбами, да, не знают. Это любит швед делать, конечно. Я как бы написал ему, да, нашел вот его аккаунт, написал, мне его скинули аккаунт, я написал, здравствуй, дружище, меня вот зовут так-то, так-то, мне вот сказали, что ты про меня так плохое что-то сказал, там, имеешь. Он говорит, нет, ничего плохого я против тебя не имею, и в скором времени мы так пообщались, ну, потом встретились даже вживую, оказывается, он мой сосед, тоже здесь в Кимках живет. Мы с ним встретились и культурно с ним поговорили, и я в этом человеке ничего такого плохого не увидел, как там, не знаю, описывали люди. Мы культурно с ним поговорили, обменялись контактами, и все, и мы разошлись. А потом я решил... Потом ты узнал, что за ним тянется, наверное, когда приехал... Ну, я не знаю, я же не смотрю все эти, блин, не знаю, вот эти блогерские конфликты и так далее. Слушай, а как тебя зовут? Амин Шипинкос. Понял, слушай, Амин Шипинкос, понял. На самом деле, швед, как кто его не знает, всегда проявляет, на самом деле, первое впечатление положительное. Тот, кто его не знает. Вот, понимаешь, человек умеет преподнести себя, умеет убедительно подавать, поддержать где-то, когда кто его не знает. Но тот, кто его потом позже узнает, или хотя бы просто интернет. Просто интернет, посмотреть не то, что там за него говорят, а то, что он говорит. То есть не то, что там за шведов кто-то говорит плохо, а просто посмотри ролики, что швед говорит, и как все это тянется откуда. То есть можно сказать, типа, да мало ли, что там про шведов говорят. Нет, не слушай никого, просто достаточно посмотреть, что он говорит и что он делает, и все. И поэтому, как бы, понятно дело, что ты не смотрел интернет, встретился, записал клип. Я тебя внимательно сейчас послушаю. Ну смотри, вот я, да, лично про себя скажу. Я человек свободный, да, и я никогда не был стадом, я хочу сказать. И общественное мнение, да, там, про данного человека мне никакую роль не играет. Мне самое главное, чтобы я с человеком увиделся вживую, да, и его узнал, как бы, сам лично я. А кто там говорит, это, ну, не знаю, ну, я свободный человек. Мне стадное, как бы, это неинтересно. Вот, если кто-то хочет коллективом на меня надавить этим, у вас это не получится. Да нет, в твоих словах есть правда, определенно. В 15 лет делаю музыку, которую я люблю, и мне многие люди мешали мне, там, тоже говорили, меняй стиль. Я до сих пор делаю в своем стиле и просто кладу большой хер и занимаюсь своим любимым делом. Я, на самом деле, тебе удачи в творчестве желаю, да, вот, ну, как бы, в твоих словах есть правда насчет людей. Я не собираюсь тебя ни в чем перевубеждать, просто ты попал, у нас же сериал «Швед» давно идет, может, ты не в курсе. Да, я не слежу за этим. Вот, и получается, волей-неволей твой клип пришел в сериал «Швед» на второй сезон, и просто не хотелось бы тебя увидеть в качестве актера. Я так абстрактно говорю, ты понимаешь, не актер, а сериал, не сериал, не хотел бы в втором сезоне, короче. Потому что я тебя, кто бы что ни говорил, я вижу в тебя нормального человека. Вот, ну, реально, да, странный, своеобразный, где-то угарный, ну, нормальный. Не, у тебя есть личное ко мне, если у тебя есть личное что-то ко мне, да, хотя, я не знаю, вот, для меня это было непонятно, вот, с твоей стороны, то, что ты тогда сделал, да. Если, там, многие мне тоже звонили с разных регионов, с Махачкалы звонили, с Грозного звонили, обосную, расскажи, почему ты назвал это беспределом. Я говорю, ребят, вот я со многими пообщался, я говорю, ребят, беспредел разный бывает. В той ситуации беспредел, да, я назвал, да, это в той ситуации был беспорядок. Это и есть беспредел, я назвал это так и выложил в сториз. Все, какие ко мне претензии еще? На мой взгляд, это выглядело так. Вот, да, короче, у человека, у каждого человека, видимо, ну, разные понимания на какие-то слова. Для него беспредел вот это, да. Но по факту для нас, то, что ты говоришь сейчас, как большинство людей, ну, короче, как объяснить, это другое слово, другая формулировка того, что ты говоришь. Ну, для тебя это беспредел, а для других это просто непонятная для тебя ситуация. Беспредел был бы, если бы на него налетели бы толпой и начали бы гасить его, хотя это тоже беспределом не назвать, потому что его так и надо, если честно. Понимаешь, есть тип людей, которые заслуживают, чтобы его помяли ногами толпой. Потому что если собрать тех, кого швед задел, то это будет большая толпа. И что теперь, надо каждому будет его походить, что ли пинать? Да нет. С ним поступили по-человечески, по-людски, провели к нему снисходительность, милосердие. То я его не бил особо. Я ему шапаляхов надавал там, и то коленями я даже не сильно его там трогал. Вот, и разъехались. Все, как бы, вот и все. Для тебя беспредел, для Настей беспредел. В любом случае, я рад был с тобой пообщаться, серьезно скажу тебе, да, и не рад был тому, что сказал про твою музыку вчера вот так вот, типа, что это говно, не говно. Вообще, не прав в этой ситуации, поэтому я тебе еще раз извиню. Да нет, почему? У каждого свое мнение, да? Да нет, ну она не говно. Слушай, я... Если тебе не нравится, да, я все пойму. Не нравится, не нравится. Не-не, слушай, если честно, скажу тебе сейчас, включил сначала первую твою песню, Насвай. А какую песню? А, Насвай. Певучая, то есть в голове заседает, но на мой взгляд, текст немного бредовый, да? Но это 14-го года песня. Я не говорю, что она говно, просто она, ну, блин, своеобразная. Вообще, в принципе, любое творчество, которое делает творчество, нельзя назвать говном. Ну, как можно творчество назвать говном? Человек делает, как он умеет, как ему нравится, как ему хочется. Поэтому, ну, не то, что твоя музыка нравится, нравится, есть. А я в твоих сторисах посмотрел, что ты сейчас выложил. На самом деле, это глобально меняет впечатление от твоей музыки. Не сказать, что мне твоя музыка нравится, но она нормальная просто, вот и все. Ну, слушай, дружище, я делаю рэп, а в рэпе есть разные стили. Согласен. Надо понимать, какой стиль ты делаешь. Я делаю в стиле гангстер-рэп, джи-фанк, олдскул, хардкор-рэп, искос-трэп. Я понял, что ты делаешь. Ну, я делаю в принципе, если так понятливыми словами сказать, я делаю американский рэп на русском языке. Это самое, что, самая настоящая истина. Так как рэп к нам приехал с Америки, и мы должны делать так, как они его там. Или в любом случае ты нашел и найдешь, как ни крути. У меня, братан, у меня уже больше 50, больше 50 альбомов. 72 альбомы, я смотрел, вопрос-то вопрос. Больше тысячи треков. Я уже 15 лет ебашу, и буду так же ебашить. Меня никто не остановит. Я, братан, Чупенькос, это обычный двигатель. И на земле, и на небе. Запомните все. Красавчик. Мои реликвии, все мои реликвии, которые висят, музыкальные пластинки. Когда-то у меня будет свой музей, и люди будут приходить и смотреть мои реликвии. Это будет. Так что всем спасибо, ребят. Давай, Чупенькос, сразу-то вам сейчас. Красавчик. Удачи, успехов тебе. Давай, все, на связи, если кто пишет. Пока. Чупенькос. Алло. Что-то он даже не попрощался. Чупенькос, ты даже не попрощался. Нифига себе, я тебе сказал, давай, счастливо. А ты даже не сказал, пока. А это некрасиво. Слушайте, нормальный он тип, угарный. Блин, почему нет? Он поднимает настроение. Вот реально, да? Кто хейтит... Я сначала, когда посмотрел вопрос ребром у Васи, Басты, я тоже думал, блядь, ну тоже у меня хейт вызывал. А потом, когда я начал глубже изучать, что он делает, как он общается, это поднимает настроение. Реально. Это... Ну, человек приносит позитив и радость. Пускай, ну, так вот улыбка на лице. Поэтому, нормальный он тип, меньше хейтить его, реально. Ставьте ему лайк. Ладно, друзья, пошел, короче, я это все. Завершать эфир. Вот так вот, такой у нас произошел разговор. Ждем второй сезон. Ждем второй сезон. Продолжение следует...